Так, здравствуйте, драгоценные мои друзья. Ну что же, уж сегодня у нас день сказок, поэтому как-то я тут вам прочитал Нанайскую сказку, или как? Нет, Корякскую, извините, друзья мои. Ошибся, да. Ну, в общем, северная такая сказка, сказка северных народов. И, конечно, она что-то меня как бы встряхнула, думаю, да. Уж много я сказок почитал, но что-то меня вот эта Корякская сказка как-то оставила в какой-то недовольтворенности. Что-то там такого намешано. Слишком уж, слишком близко, наверное, к природе. Какие-то лисицы, еще что-то. Давайте попроще, да, вот про наше такое цыганское ай-не-не-не-не по пляшам, друзья мои, с платками. Как раньше эти любили баре, господа, ехать там в цыганский табор, а там у цыган и водочка, и пляски, и там медведя, и с гитарами, и пляски у костров, и там знойные красавицы, да, вот любили, любили русское дворянство, почему-то цыган, да, обязательно. Я помню, в Москве есть этот, как бы, театр Ромен, и там, ну, где гостиница Советская, или, да, сейчас она по-другому называется, тоже Яр, по-моему, она называется. Раньше была гостиница Советская, а напротив была шашлычная, которую называли антисоветская, потому что она была на другой стороне. Ну, и там собирались всякие антисоветчики тоже. В антисоветской, знаете, собирались антисоветчики. Ну, это было и времена, друзья мои, я не был антисоветчиком, и денег у меня не было ни на, как говорится, театр Ромен, ни на этот, как говорится, ресторан, да и на шашлычную тоже не хватало. Поэтому, друзья мои, что же делать? Осталось нам сказки цыганские только рассказывать. Поэтому давайте небольшие сказочки цыганские тут посмотрим, что там, потому что цыгане – это магия, друзья мои. А мы с вами изучаем этот вопрос даже в сказочном варианте. Итак, сказка называется «Как цыганка в аду побывала». А вас всегда интересует, как там в аду? Вот и узнаем. Прокляла в сердцах цыганка свою дочь. За что прокляла, бог ее знает. «Только крикнула цыганка дочери, чтоб ты утонула, чтоб тебя черти в ад утащили, чтоб ты горела там адским огнем». Ну, друзья мои, вот это проклятие, а цыганское проклятие, как бы оно всегда сбывается, очень часто, потому что у них, ну, как бы так, близки они к природе. А тут она не то, чтобы просто ты утонула, а еще и в ад утащили, еще там тебе, как говорится, спалили, все. Ну, в общем, проклятие серьезное. Смотрите, с цыганами не связывайте, а то вас тоже могут проклясть. Заплакала девушка от обиды и в лес пошла. Но не успела она и несколько шагов от табора ступить. Как откуда ни возьмись, появились черти. В барабаны бьют и пляшут, а впереди старший черт, такой страшный, что и взглянуть нельзя. Шерстью оброс. Ну, правда, кроме лысин, он был полишивым. На голове рога и хвост по земле тащится. И, так сказать, взгляд такой странный нам кого-то напоминал. Он такого какого-то одного тоже черта, который нам всем глаза по телевизору намозолил. Такой гад. Не буду ругаться. Ладно. Значит, схватили девушки, то есть черти девушку и потащили через лес. Вдруг земля под ними задрожала, раступилась. И черти вместе с цыганкой в пропасть полетели. Долго летели они. До дна не достигли дна. Видит цыганка пещера огромная. А в ней людей полным-полно. А в пещере огонь горит. А над огнем люди жарятся. На колесах распятые. Перепугалась цыганка. Господи, спаси меня. Не дай мне в аду сгореть. Только на произнесайте слова, как подхватили ее черти. И на землю вместе с ней вылетели. Видите, значит, прошение, так сказать, до небес достиглось сзади очень быстро. Мы тут просим, просим. Нам, как говорится, ничего. А в ответ тишина. А как цыганка там сразу, видите, как бы ее молитвы сразу достигли. И черти ее вынуждены были потащить. Потому что начальство все равно на небесах. Там все решают. Разделяют. Как чего. Ну, а черти, конечно, плевались. Говорят, да блин, ну что там. То ее прокляли, ее вниз волоки. Что-то какая-то клиентура пошла. То теперь ее в аду не сжигай. Давайте мы ее куда-то наверх потащим. Значит. Не дай, да, вот. Подтаскивают ее к морю. На шею камень привязали. И потом давай раскачивают, чтобы выбросить воду и утопить. Господи, взмолилась цыганка. Не дай мне в море утонуть. Ну, черти, дураки. Надо было ей, как говорится, в первую очередь рот заткнуть. Потому что, видите, как бы ее молитвы достигают. Ну, опять, значит, только сказали они слова. Как черти сняли с ее шеи камень и потащили на кладбище. Видят цыганка, могила разрытая стоит. И хотят ее черти в эту могилу бросить и закопать. Господи, ну сделай что-нибудь. Никак я не могу от нечистой силы отвязаться. В третий раз скричала цыганка. То есть, видите, она в третий раз похитрее решила, чтобы уж... А то еще придумают еще какую-нибудь казнь зловещую. И только она сказала эти слова, как пропел в деревне петух. И разбежалась нечистая сила кто куда. Ну да, вот сказке конец. Ну и, знаете, друзья, продолжение. Пришла эта цыганка домой. И, конечно, своей старушке матери сказала. Тут, как говорится, я тоже связи имею наверху. И если ты меня еще раз прокляешь, то я обращусь не то, что там ты к чертям. А я там к самому этому обращусь. И он тебя уж точно уконтропупит. В общем, договариваемся. Ты меня не проклинаешь, я, как говорится, тебя. Живем сторонами. Две таких колдуньи. Ну, а дядек возле них и не было, друзья мои. Потому что, видимо, эта старушка-мама уже своего муженька давно прокляла. Его уже давно черти жарят в этом, в аду. А вот с дочкой у нее, ну, видно, и там сыновей всех прокляла. Решила только дочку со свету жить. Но вот эта дочка оказалась тоже такая с ведьмовским наклоном. И ее погубить не удастся. Ну, друзья мои, бедные соседи в этом таборе. То есть, с такими двумя колдушками жить, это не сахар. В общем, как бы, две цыганки, как говорится, в канаве нашли пулемет. Больше в таборе никто не живет. Потому что всех черти перетаскали. Кого утопили, кого сожгли, кого, значит, в могилу закопали. В общем, остерегайтесь цыганских проклятий. Все, пока.